В том, что юбилейные состязания по мини-футболу запонятся и участникам, и зрителям сомнений нет никаких захватывающих поединок и волнений за результат масштаб мероприятий и уровень подготовки спортсменов, сильнейших сборных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, таможенных служб Армении, России, Украины, Словакии, команда Динамо, Латвия. Ярким шлейфом рекордов и побед пронеслись пять соревновательных дней. Турнир нынешнего года был наполнен неожиданностями, среди них новые правила участия белорусской сборной в обновленном составе, приезд новичков в состязании Словаков. По итогам 15-ти встреч на спортивном поле было забито 77 голов. А то, чтобы остаться ярким событием в спортивной летописи города и страны, турнир претендовал с самого начала. Матч открытий соревнований показал преимущество команды Динамо-Латвия над таможенниками из Армении. В российско-украинском противостоянии сильнее оказались петербуржцы. Хозяева турнира громко заявили о себе, как и достойным соперникам. Белорусская сборная показала серьезный уровень футбола. Однако в решающем поединке брестские таможенники все же уступили россиянам. Мы в восторге, во-первых, от профессионализма ребят и от того, что каждый из них – это великий спортсмен. Вы видели по игре, что многие игры были просто зрелищными, многие были просто непредсказуемыми. Поэтому весь чемпионат, я думаю, все, кто приходил к нам на матчи, они получали только положительные эмоции. У нас команда фактически была в этом составе соревнованного лишь в прошлом году. Очень много молодых игроков. Но в любом случае я могу сказать, что играли на равных. И здесь, наверное, чуть-чуть больше везения было в Российской Федерации. Турнир по мини-футболу, несмотря на соревновательную составляющую, имеет дружественный характер. Представители одного ведомства из разных стран всегда рады встретиться в областном центре, обменяться опытом, узнать больше о Полесском крае. Тем более, что программа экскурсии, предусмотренная организаторами, насыщенная и интересная. В нынешнем году команда Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России стала победителем. Главная награда турнира отправится в Санкт-Петербург. Не остались без внимания и другие спортсмены. Им были вручены кубки, медали и памятные призы, учрежденные в индивидуальных игровых номинациях. Кроме того, награды получили лучшие игроки каждой из команд. Сюрпризом стали памятные подарки от Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. Служба есть служба, но увлечение футболом – это на всю жизнь, это отдых, это общение, это друзья, это коллеги. Поэтому, на мой взгляд, у них удачно получается совмещать в свободное время серьезное занятие футболом с выполнением своих служебных обязанностей.